Всем привет! Доброе утречко! Муж за стол пойдешь кушать? Нет? Завтракает сидит. Смотр передачи свои. У нас уже второй день идет снег. Сегодня ночью было минус 10, все замерзло. Вчера играли в снежки. В 10 часов ночи уже пошли играть. Накатали клубок. Видимо, снеговика хотели слепить. Зима у нас уже началась. Снег идет второй день. Не очень много, но хоть что-то. Я вчера елочку украсила. Все-таки я решила, что ставить я искусственную не буду. в этом году. Пусть у нас постоит вот такая вот маленькая живая елка. Оленят поставила. Из-за вот этого мистера-хулигана не хочу ставить елку. Как-то я опасаюсь. Да, Илюш? Вот такие веточки. Декоративные, искусственные. Тут у нас тоже непонятно кто. Какой-то гномик, кто или Дед Мороз. Яблочки, наверное. Ой! Куда подышь? Достаточно будет вот такой елочки маленькой. Сегодня вообще воскресенье. Но у них почему-то именно сегодня в школе спорт для начальных классов с первого по шестой класса. В общем, там по желанию, в принципе, можно идти. Чай, может быть, тебе налить. Каролина идти не хочет. Она у нас не очень такая спортивная девочка. Я вчера принесла сумку с подвала. Доставьте наши теплые куртки. Это вот Тедик. Это бабушкин. Вот свои куртки уже все достала, повесила. Тут еще у меня куртка теплая. Красавица, доброе утро. Проснулась? Все, там у тебя обувь сменная. Просто снимешь куртку. Если будет жарко, снимешь кофту и переобуешься. Шапку. Окей? Там холодно, Макс. Минус у нас. Уже не плюс, уже минус. Минус 10 даже будет ночью. Послезавтра день рождения уже у тебя. Я послезавтра? Послезавтра, да. У меня в день так. Угу. Да. Через два дня. Вчера дети лепили из глины. Это кто? Бэби Йода? Это Макс лепил какого-то покемона, да? Угу. Оно еще не высохло. Она должна долго, долго, долго высыхать. Это тебе. А это кто? Это Филька? Да. В шапочке? Да. Филька у нас сам окно открывает себе, чтобы в окошко посмотреть. У нас же вот такая вот штука. Приходит своими лапками, вот так вот цепляется и вот так себе опускает. И потом смотрит в окно. Ты хитрый? Ты там возле елки где-то играл? Давай, хорошо тебе побегать и попрыгать. Пока. В футбол буду играть. В футбол будешь играть? Мне еще лежит украшение, мне еще не все украсилось. Это для тебя? Корзинка. И вот это на дверь нужно повесить. Мэри Хрисмас. Делаю панкейки. Панкейки, панкейки. Немножко жидковато. В общем, нужно тесто плюс-минус как на блины, только оно густое должно. У меня тут моя завечка еще догорает. Я ее тестирую. Ой, горячая уже. Вон, сколько она уже сгорела. Больше половины. Вот этот фитиль, он так классно трещит. Даже сейчас слышно. Сюда можно плавить. Сюда можно плавить. Чего-то. Давай, так пойдем. К нам тут посылочка приехала. Недавно говорила, что хочу новый робот-пылесос. Вот он приехал. И пса-а-а. Наш новый дружок. Родми. Робот. Робот не только пылесосит, но еще и моет. Моешь пылесос. Старенький у нас просто пылесосил. Инструкция. Она открывает. А по-моему, тоже на русском должен быть запасной фильтр. Вот он. Он меняется. Идет вот такая вот тряпочка. Микрофибра. Идут запасные тряпочки одноразовые. Девять. Десять. Ух ты, круто. Вау. Здесь идет еще одна вот такая вот станция для самоочищения. Пылесос сам себя очищает. Он будет вот сюда заезжать. Вот. И он сам будет очищаться. Давайте откроем. Это как такое ведерко. Здесь есть такая щетка специальная, которая... Ой, я не могу вытащить. Это щеточка специальная, чтобы чистить пылесос. А вот это вот, знаешь, это ножик. Это ножик, чтобы... Когда мы будем чистить эти щеточки у пылесоса, там же волосы заворачиваются. В общем, чтобы было легко их отрезать и вытащить. Вот так вот он вытаскивается. И все. Видишь? Он будет потом полный. Еще два запасных. Ну вот. Это значит нам на три месяца. Представь себе. Также здесь есть вот такая вот сеточка. Специальный фильтр. Потому что здесь мешок будет находиться с пылью. Ставь. Ставь. У него две щеточки. Это классно. Мне не нравится, когда одна щетка. Лучше с двумя. Нужно разобраться, куда нужно будет вставлять вот эту вот тряпочку. Очень мощные колеса. Мне кажется, залезет даже на пару. Щеточка пушистая. Она тоже очень легко вытаскивается. Она такая пушистая. Потрогай. Отверстие. Сюда наливается водичка. Закрывается. Ну-ка. Вот все. И потом она вот сюда вот так вот вставляется. Все. И пылесос тогда моет. Надеваем сюда сначала. И на липучку она приклеивается. У нас есть один запасной фильтр. У нас есть 10 тряпочек. Одноразовых. И два мешочка. Для мусора. Для мусора. А, вот она сама включилась. Нет, наверное, он без батарейки. Я не знаю. Ну-ка поставь, попробуй. Телефон у меня в кармане. Все ищут его. Так. Штрих-код. Скачиваем приложение. И там уже дальше настраиваем. Все. Мы зарегистрировались. Добавить устройство. Я купила что-то. А, тут есть разные. Вот. У нас Ройтми Эва. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Все. А ты, Филя, скажи, я тоже здесь, да? Обязательно нужно составить карту квартиры всей. И Филька начался. А какая карта у нас? Вот это вот проблема у нас будет. Филя, не неси. В общем, нужно составить карту. Проверяем, что сделал пылесос. Видите, полностью составил карту. Прошел он уже 69 квадратных метров. 74 минуты. Припарковывается. Все. Начинаю сбор пыли. Такой мощный. Пыль пыли завершен. Да, вот она пыль. Выполняю зарядку. Ну что, давайте попробуем помыть полы. Вот здесь вот открывается такая вот штучка резиновая. И туда заливается водичка. В общем, за крючки дергаешь, она вытаскивается и вставляется легко. Заходим в приложение. Видите, уже всю карту полностью она составила. Теперь я могу здесь выделить зону. Вот она зона. Выделить, например, только кухню. Могу выделить только спальню. И он туда пойдет мыть. Первое, что я вижу, что он до стенки не доходит. Видите? Тяпочка, получается, немножко отступает. Она не во всю длину пылесоса. И полоска идет сухая. Вот так, в принципе, пока что нормально. Здесь можно изменить интенсивность подачи воды. У меня стоит на максимуме. И тоже мощность пылесоса. Такую влажную уборку делать каждый день, это очень удобно. Не прикасаться к тряпке, не тратить на это время. Ты с чем тут играешь? У меня сегодня день посылок. Посылок пять, наверное, пришло. Сейчас перевернет, а? Дай сюда. Посылок пять, наверное, сегодня пришло. Я это еще не распаковала. Это я уже развернула без вас. Сейчас покажу я, что тут. Так, у меня тут пришли наклейки. Пустые наклейки. Когда будут заказывать салфетки, я буду вкладывать пять штук наклеек. Чтобы потом можно подписать, допустим, если вы какой-то продукт завернете, и потом не забыть, что там, так как не видно, да, под сканью. Можно будет написать на наклейке, какой продукт наклеить сверху. Так, это красители для свечей. Да, это красители для свечей, для воска. Это логотип для салфеток, это логотип для свечей. Иконовая форма для свечки. Колонна. Такая вот колонна. Я ее хочу делать с гипса и на нее сверху потом ставить свечку. Я, кстати, свечку сделала одну. Вот, я сделала такую свечку. И когда, да, можно сделать вот так вот, сделать колонну из гипса и сверху вот так вот поставить на нее свечу. Конечно, она сейчас стоять не будет, но, в общем, идея вот такая вот. Еще одна форма для свечки. Ну, в общем, тоже она там с рисунком. Очень мне понравилась вот эта форма силиконовая. В принципе, можно сделать и свечку, можно сделать просто эту гипсовую фигурку. Вот, это... Тут, конечно, непонятно. В общем, это лев. Вот так вот видно, да? Там даже на фото было видно, как она выглядит именно вот в виде гипса. Если отлить гипсом. Очень красиво смотрится. В этой посылке я даже не знаю, что, потому что... Ну-ка, ручку убери. А то порежу случайно. Целый рулон. Вот он. Смор-рубой. Вот он, целый рулон крабовой бумаги. Ну, может быть, упаковывать, как-то делать упаковку. Я не знаю, красиво, в общем. Силиконовая. Ну, вон, это беленькая. Чтобы делать такую подставку для свечей. Я заказывала кулон. Камушком с моим. В общем, это красный агат. Вроде как на страничке было написано, что это настоящий камень. Я надеюсь, что это настоящий. Ага, наконец-то. Это формочки. Для шприца. Для кандидерского шприца. У меня есть одна идея. Я давно хотела попробовать научиться печь макароны. Поэтому я заказала такие вот. Это тоже, да, пришли? Угу. Хочу научиться печь макароны. Вот такие вот формочки разные. Чтобы крем выдавливать. Кстати, очень хорошее качество. Я думала, будет плохое качество. Такой, знаете, металл плотный. Не мягкий. Очень хорошо вырезано. Стальные ножницы для свечей. Я уже отливала свечи. Было так мне удобно отрезать фитиль простыми ножницами. Это специально. Видите, они с таким вот такой вот ручкой. Чтобы она так пролазила в стаканчик. Или она очень удобна. И вот этот вот колокольчик. Он похож на колокольчик. Это чтобы тушить свечку. Нужно вот так вот закрывать огонек, и он потухает. А, это поталь. Золото. Это тоже на фигурке из гипса. На свечи. Это золото. Дальше вот такая вот. Тоже как подставочка будет идти под свечи. Все, остался только мусор. Теперь это все убирать. Также я успела уже сделать вот такой вот стаканчик. Тоже пыталась сделать в мраморном стиле. Крышка. Вот он у меня еще подсыхает. Я лаком еще не покрыла. Сделала вот такие фигурки. Вроде хорошо получилось, но есть, конечно, косяки. Видите, вот тут воздух был. И голова. Видите, у нее получается куска головы нет. Вот тут еще на спине тоже нехорошо получилось. Первый раз. Первый раз делала именно такие фигурки. Вот это тоже, в принципе, вот так со стороны, если посмотреть, хорошо получился. Но у него тоже вот здесь вот воздух был. Форма силиконовая сложная, поэтому нужно научиться. А так, в принципе, все идеально. Можно по одному, можно вдвоем. такие вот обиженные друг на друга. Еще одна посылка. Здесь у меня сухоцветы. Три вида заказала. На сольчик, посмотрим. Заливала я недавно стаканчики. Вот такие вот у меня сольчики получились. Сюда я еще хочу сухоцветы сверху. Но мне нужно купить специальный фен. То есть он называется строительный фен, чтобы верхушку немножко расплавить и туда закинуть эти цветочки. Тут, видите, фитиль очень длинный, его нужно подрезать. Вот так вот это делается. Видите, очень удобно. Простыми ножницами не пролезешь, не отрежешь. Два миллиметра где-то, чтобы был. Супер. Проверить. Супер. Наклейку я буду клеить квадратную. Тоже нужно. Либо я буду сама распечатывать, либо я закажу, посмотрим. Хотела сама попробовать распечатать. Мне тут девчонки еще закинули посылочки. Так, я уже одну открыла. В общем, здесь еще силиконовая форма. И это формочка цветок. Я не знаю, там розочка или гвоздика, или пион. Нет, по-моему, это пион. Здесь вот такая розочка. Здесь лев маленький. Ну, как так. Да, здесь делать контейнер для свечей. Либо там можно как шкатулку тоже использовать. Такая вот форма еще с крышкой. И еще мне пришли сухоцветы. Я вспомнила, что я, оказывается, еще заказывала сухоцветы. А такие вот разные. Да, и сухоцветы там пока открываются тихоньку. И вот такие вот мелкие. О, супер. Это накрытый свечей. Это на свечку. А, это тоже свечка. Это ромашка. Или подсолок. Вот это подсолок. А, это на свечки. Сэнкью. Привязывать, да. За фитиль. Сэнкью, Варимач. За покупку. Это тоже свечки. Чего тут так много? Порезала, я бы не смотрела. Ты смотрелся рожей. Ну вот поэтому и что. Все, будем делать макароны. Нужно только эту купить. Муку. И завтра. Муку надо купить. Еще пакет. О, а это тоже. Это такая тарелочка. Подставка. Тоже подставка для свечей. Только видите, она вот такая вот. Интересная. Только силиканов в форму. Мне уже некуда их складывать. Мне нужен какой-то контейнер. Больше из-за. Это такой вот маленький цветочек. И это, как называется, орхидели. Пакетики? А, вот это было. Это тоже делать тарелочку. У тебя с подсвечки, либо под украшения. Подсвечники. Подсвечники я буду делать. Да. Такая вот круглая форма. А здесь немножко такая она фигуристая. Видите, как треугольнички. Хердечка. Это тоже я хотела на день святого Валентина, если получится сделать. О, маленькое большое сердечко. Например, залить тоже в стакан воск. Он застынет. И потом сверху вот такое красное сердце. Младших я уложила спать. И теперь буду заниматься этими, как называют, маффинами. Разложили наши эти формочки. Еще решили натереть шоколад. Добавить вот такую стружку шоколадную. Так, все. Все. Здесь я взбила масло, сахар и яйца. Нет, нет, пока не надо добавлять. Теперь добавляем... Нет, тоже не надо. Ксюша, ты помогаешь или мешаешь? Чуть половинку молока нальей, пожалуйста. Иди спать. Так, все. Тесто готово. Я хочу вот таким вот кондитерским мешком наливать тесто. И посерединку засыпать шоколад. Так, Макс, давай спать уже 10 часов. Спать давай. Все. Вот так вот у нас будет. Сейчас еще сверху тесто обернем. И в духовку. На что похоже? Какаси. Так, 180, все, Ксюша. Заталкиваем, отправляем. Ну все, с Богом, что получилось. У нас второго варианта. Второго у нас не будет шанса сделать. Кажется, должно получиться вкусно. И как раз мне хватит на вторую порцию. Получится 24 штучки. Может быть, даже еще нам останется по кусочку. Какие они огромные. Я даже не думаю, что они так сильно подниматься будут. Вот такие вот маффины получились. Прямо такие большие. Ай, горячие. Пусть остывают. Вторая партия печется. Шоколад остался. Все, как раз хватило. Теста больше нет. Я думала, нам останется, но не останется. Все. Вот так вот я подготовила. Получилось три контейнера. 22 штучки. Завтра понесет. Папа, конечно, его проводит. Он один это все не унесет. Коробки еще плюс это. Так, у меня память заканчивается в камере, поэтому я буду заканчивать. Да, всем спокойной ночи. Пока. Бонечку сейчас выгулю на мороз и спать. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok